Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моем вязальном канале. Девочки, сегодня 10 апреля и я хочу пригласить вас принять участие в моей задумке, в моей вязальной игре. Я организовала игру эту и вдохновилась этой идеей на канале Алина Вяжет, когда она проводила вязальные гонки с Ксенией Двоеглазовой. Эта идея у меня засела в голове, потом я проводила эти гонки вместе с Альбиной, но сейчас я хочу это организовать как игру, как конкурс. Я думала, как бы все это организовать, собрать в кучу и подать красиво. Все это в моей голове сложилось сейчас как пазл и сейчас я знаю, как же я проведу эту вязальную игру. Эта вязальная игра будет называться гонки с клубком. Пройдет данная вязальная игра у нас с 15 апреля по 15 мая. В данной вязальной игре могут принимать участие девочки-блогеры. Приглашаю всех, кто желает. Данная игра не подразумевает под себя никаких судей, никаких голосований, ничего. Не будет у нас того, что вот мы будем выбирать, кто победитель, кто проигравший. Чтобы не было потом вопросов, что меня засудили, а я лучше связал, а у меня круче было. Потому что я все это знаю. Я уже за первым совместным проектом наблюдаю. С очень многими девочками общаюсь. Поэтому знаю, что иногда девчонки обижаются, что к ним поступили нечестно. Вот я очень сильно отталкивалась от этой мысли и решила сделать так, что не будет у нас того, чтобы мы выбирали, кто же победил. Победит тот, кто победит. Кто больше извяжет метров. Вот смысл игры, которую я решила провести. Вот такая игра гонки с клубком. Смысл игры вяжем, вывязываем метры. Что мы вяжем, неважно. Хоть плед, хоть что мы вяжем. Наша задача, чтобы победить больше, связать метров и связать. Ну, конечно же, не просто мы вяжем там большое полотно бесформенное, а чтобы мы начинали вязать какое-то изделие для себя. Вот. Может быть, не для себя, для кого-то из близких. Это неважно. Главное, чтобы это было какое-то изделие, плед, не знаю, свитер, юбка, кофта. Да все, что угодно. Палантин. Но главное, чтобы это была вещь, которую мы будем потом пользоваться ей. Так, девочки. Смысл рассказала. Это рассказала. Что еще хочу сказать. В данной игре будут у нас, как я и сказала, будут и победители, будут и проигравшие. Будет у нас три призовых места. Это первое, второе и третье. Получится так, что вот кто больше извяжет, тот и победит. Будут призы за первое, второе и третье место. То еще хочу сказать, что в данном совместном проекте может принять участие не более 20 девочек. Почему я решила этот проект организовать именно для блогеров? Хочу уточнить, что именно блогеры, девочки, могут принять участие в этом совместном проекте. Так, что еще? Почему именно блогеры, девчонки? Вы сразу хочу попросить прощения у вязалочек, у обычных вязалочек, которые я знаю, вяжут потрясающие вещи и наблюдают за нами с экрана. Девочки, не обижайтесь. Я хочу просто преподнести этот проект на YouTube. Показать. Если вам понравится, пишите свои отзывы. Я организую и для вас такой же совместный проект. Также с призами и подарками. Только уже в группе ВКонтакте. Ну, а сейчас попробуем сначала хотя бы показать миру, YouTube, что можно и поиграть весело вместе. Совместный проект будет проходить в несколько этапов. В этих этапах, в каждом этапе будут у нас девочки, которые будут победители и которые будут переходить в следующий этап. И будут девочки, которые проиграют и, к сожалению, покинут нашу игру. Ну, в принципе, наверное, я все рассказала. Скажу, что, еще раз уточню, что никого я выбирать не буду. Голосовать спонсоры ни за кого не будут. Никаких звездочек, сердечек, цветочков, ну и всего остального. Никому мы давать ни за что не будем. Здесь будет только нужно ваше умение вязать и скорость вашего вязания. Все. Вы сами выбираете пряжу, из которой вы вяжете. Вы сами выбираете спицы, которыми вы вяжете. И вы сами выбираете изделие, которое вы будете вязать. Для нас, спонсоров и лично меня, организатора проекта, это не имеет значения. Вы выбираете, вы вяжете, вы мне отчитываетесь. Я проверяю. Главное, моя цель. Я не буду принимать участие. Я буду просто следить за совместным проектом. И буду просто смотреть за честностью. Чтобы, девочки, действительно, вот сегодня стартуем, значит, сегодня начинает старт. И также, чтобы и в конце, вот все, мы останавливаемся. Все, останавливаемся, делаем отчет. Все, пожалуйста. Все в ваших руках. Проект длится месяц. Мы его проводим. Кто победил, кто больше связал. Все, тот и победил. Ну, в принципе, наверное, это и все. Еще раз хочу пригласить девчонки. Приходите, будем вместе вязать. Вместе интересно вязать. Я люблю вязать вместе в компании. Но, согласитесь, когда это идет еще и момент цель. Соревнования. Момент. Понятие. Момент того, что да, я хочу. Я займу какое-то место. Есть какая-то цель. Показать свое умение. Показать. И чего-то достичь. Это еще намного круче. Поэтому я люблю всякие моменты соревнований. И вот решила все-таки для вас организовать. Поэтому все, кто любит игры, кто хочет поучаствовать, кто хочет победить, кто хочет получить приз. Все, кто желает принять участие в моей вязальной игре, девчонки, блогеры, пожалуйста, пишите мне в любом из моих соцсетей. В любую из моих соцсетей. Ссылки на мои соцсети будут под видео. Проходите, пишите. Мне будет очень приятно. Я буду очень рада, если вы изъявите желание. Ну и все, в принципе. На этом буду прощаться, девчонки. Милости прошу. Давайте поиграем. Пока-пока.